До того, как Джак Алиб стал известен, его семье пришлось 6 лет жить в нищете и спать на голом полу. До того, как Джак Алиб стал известен, он умудрился работать на 6 студиях звукозаписи одновременно, чтобы хоть как-то помочь семье. И до того, как Джак Алиб стал известен, музыканта с треском выгнали из консерватории за неуспеваемость. Добро пожаловать на Телблокнет! И сегодня мы расскажем вам историю Джака Алиба до того, как он стал известен. Встречайте государственная программа по исправлению имиджа Казахстана после Барата Джак Алиб! Бахси Армамедов родился 24 года назад в городе Алматы в семье выходцев из Азербайджана. Тягу к творчеству родные начали прививать Бахи чуть ли не с пеленок, поскольку его мать почти всю жизнь играла на пианино, а родные дядьки на кларнете и баяне. Позже пацана стали брать с собой на джазовые симфонические концерты, что ему даже нравилось. Впервые с хип-хопом и рэпом Мамедов познакомился в 6 лет благодаря свободному брату, который притащил домой записи ДМХ и Оникса. Малой так проникся музыкой о тяжелой ниггерской жизни, что начал подражать своим кумирам и даже запилил дома нечто похожее на студию звукозаписи. Но гангстер-рэп в исполнении первоклассника звучал глупо, что Баха и сам понимал, а потом забросил эту затею на долгих 5 лет. Зато на рэпчину подсел окончательно и бесповоротно. Вторую попытку стать музыкантом будущий исполнитель предпринял уже в школе, создав собственную группу. Параллельно он начинает усердно развиваться как композитор и даже поступает в среднюю специализированную музыкальную школу на кафедру саксофона. Но назвать 12-летнего щегла успешным учеником было проблематично, потому что он частенько забивал на такие бесполезные, по его мнению, предметы, как музыкальная грамота и пение без слов. Если честно, в школе был на 40% троечником, на 60% ударником. В этом же возрасте парня ждет самое серьезное потрясение в жизни. В какой-то момент отца забирают бизнес просто и вся наша жизнь в одночасье меняется. Мы лишаемся квартиры, мы лишаемся просто всего. Семья в течение двух лет скиталась по съемным квартирам, пока бабки не закончились окончательно. Чтобы не оставаться без крыши над головой, семейство вынуждено переехать в развалюху, которая осталась брату Бахтияра, деда. В ней не было ни воды, ни отопления, ни даже канализации. Где-то, по-моему, через 3-4 года мы дошли до того, что мы переехали в избу одну. Это была дача старая вообще, ей было там 45 лет, по-моему. Какая-нибудь небольшая хатка, без печки, то есть там был уголь. Долгое время Баха и родители в буквальном смысле выживали в нищете и спали на голом полу. Это сильно закалило характер музыканта и заставило его понять, что халявы от жизни ждать не придется. Уже в 13 лет пацан, используя свои музыкальные навыки, начинает подрабатывать на местных студиях звукозаписи в качестве мальчика на подхвате. Равнять вокал и сводить треки. Он настолько прошарил это дело, что через 3 года пахал уже на 6 студиях одновременно. В это же время будущая звезда хип-хопа начинает записывать собственные инструменталки и минусовки, которые толкает в интернете, заколачивая какие-никакие бабки, чтобы помочь предкам. После школы Баха решает поступить в Казахстанскую национальную консерваторию на кафедру композиции и арт-менеджмента, начиная изучать музыку профессионально. Профильное образование и фундамент, заложенный родителями, выгодно отличал творение Баксияра от того, что делали на тот момент многие битмейкеры-самоучки. Юный композитор так увлекся своими работами, что даже решил забросить консерваторию. Точнее, его оттуда выперли. Че такое-то? Меня выторили. За что? Сказали, что я позор универа и выторили. На студиях звукозаписи Баха знакомится с известными рэп-исполнителями Казахстана, записывая для них музыку и аранжировки. И как это часто бывает в мире хип-хопа, 16-летний исполнитель начинает злоупотреблять травкой и алкоголем, скатываясь на самое днище. Сам он в интервью заявил, что... Раньше я был сильным нариком, назовем это так, сильным нариком, очень ленивым человеком, беспонтовым на самом деле. Позже Баха признался, что от регулярной бухни и травы ему удалось уйти благодаря исламу, который он принял в 16 лет по собственной воле, хотя до этого был атеистом. То есть я не из тех людей восточных, которые говорят, что я родился мусульманином. То есть я осознанно пришел к какому-то, к некому, да там, к некому исламу. В 20 лет Баха берет себе псевдоним Джакалип и начинает делать первые шаги как исполнитель, имея за плечами многолетний опыт саунд-продюсера. Его первыми треками становятся совместные работы с Прокси, И просыпаясь утрам, я вижу серый смоу, Антраксом, Гори в огне, моя любовь, мне не нужна, все это боль, И Хиросимой. Страна нас респектует, и бонус житуха нас греет бумагой. А в качестве сольного исполнителя он становится популярным после выхода трека «Давай улетим далеко», который даже попал в ротацию на местном радио. Но настоящий успех приходит к Бахе вместе с песней «Все, что мы любим». Трек про секс и наркотики моментально разлетелся по соцсетям и наделал много шума среди поклонников исполнителя. Тут же начали появляться и хейтеры, которые обвиняли Баху в популяризации разгульного и аморального образа жизни. Но сам он отвечал, что просто хотел рассказать историю о том, что современная молодежь ничем не интересуется и только бесполезно прожигает жизнь. К 21 году Джек Алип объездил с концертами весь Казахстан, а спустя год уже осваивал столицу России, дебютируя в московском ночном клубе Бруклин, окончательно закрепляя за собой статус успешного рэп-исполнителя. Только за 2015 год парень успел дать более 150 концертов в 80 городах СНГ для сотен тысяч поклонников его творчества. Невероятное упорство и трудолюбие даже помогли ему завоевать престижную премию Муз-ТВ в номинации «Прорыв года». Помимо своей основной деятельности, Бахтияр умудряется помогать талантливой молодежи Казахстана. Артист считает, что многие не могут раскрыть свой потенциал, потому что не имеют достаточного уровня знания о музыке. Поэтому рэпер собирает деньги на строительство современных школ с квалифицированными учителями. Также Баха занимается постройкой огромного двухэтажного дома в Алматы для своих предков, ведь еще в детстве пообещал им, что они больше не останутся без крыши над головой. Творческая деятельность практически не оставляет времени на личную жизнь, поэтому рэпер не завязывает длительных отношений с девушками, считая, что они лишь отвлекают его от написания музыки. Хотя на все значимые публичные мероприятия регулярно приходят в компании красоток. Сейчас музыкант может похвастаться миллионными просмотрами клипов на YouTube и регулярными солд-аутами на концертах во всех городах СНГ. На его счету несколько десятков совместных треков с такими известными музыкантами, как Джиган, Светлана Лобода и Элван. Но даже несмотря на свой статус и узнаваемость, Баха до сих пор остается простым и открытым парнем, который охотно делится своими дальнейшими планами на будущее. Но это уже совсем другая история. А это была история Джека Либа до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых звезд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.